Доброе утро! Сегодня 26 октября пятница, 6 часов и 45 минут. Впереди 15 минут хард-ньюса Елизавета Курочкина. Иван Солнцев. И вначале расскажем о том, что вы пропустили, пока спали. Самые масштабные учения НАТО со времен Холодной войны. 29 стран отражают нападение страны с названием «Паук» у российской границы. В Сочи ограничили продажу бензина в продуктовых магазинах очереди. Люди в панике рассказывают о чрезвычайном положении из-за подтоплений. Из дома бывшего главы таможни Андрея Бельянинова снова вынесли миллионы. На этот раз этот сделал грабитель в маске. Давайте теперь более подробно. У российских границ начались масштабные учения НАТО, самые крупные со времен Холодной войны. Участвуют все 29 стран Альянса. По легенде, они выступают против вымышленной стороны агрессора с названием «Муринуса» в переводе «Вид паука Тарантула». Учебные маневры проходят недалеко от российских границ на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике. Москва уже назвала учения НАТО агрессивными и отправила в Норвегию своих наблюдателей. В Сочи введен лимит на бензин. Больше 20 литров топлива в одну машину не заливают. На заправках образовались огромные очереди, рассказывают жители журналистам РБК. При этом бензина, скорее всего, хватает, однако люди пытаются запастись впрок. Такие же очереди образовались в некоторых продуктовых магазинах. Все из-за того, что из-за сильных ливней перекрыли федеральную трассу. Режим чрезвычайной ситуации введен в Краснодарском крае после сильнейшего подтопления региона. В Новой Москве ограбили дом бывшего главного таможенника Андрея Бельянинова. Грабитель в черной маске и с оружием ворвался в тот момент, когда экс-глава таможни находился дома с супругой. Угрожая пистолета, мужчина приказал отдать всю имеющуюся наличность. Это ни много ни мало. 15 миллионов рублей, 10 тысяч долларов и 30 коллекционных золотых монетов. Напомню, что возглавил Бельянинов таможенную службу 10 лет назад и перед его отставкой в рамках уголовного дела в его доме проводили обыск сотрудники ФСБ. Тогда в сеть просочились фотографии коробок, в которых он хранил деньги. Это порядка 100 миллионов рублей. Эту сумму изъяли, однако позже вернули, проверив их законность. Ну что ж, от новостей про обыски перейдем к статистике. Причем такая довольно приятная, интересная статистика. Осенью 24% россиян предпочитают отдыхать дома с книгой и котом. Такой вывод сделал сайт путешествий tutu.ru. Однако большинство наших граждан все-таки считают, что лучше отдых, когда за окном дождь или снег, это путешествие. 76% жителей предпочли бы куда-нибудь уехать. Среди них 25% уехали бы в Европу погулять по европейским улочкам, посмотреть известные достопримечательности. 19% хотят отдохнуть на море, причем неважно где, главное уехать недорого по горящей путевке. 15% выбирают конкретно страны Карибского бассейна или Юго-Восточной Азии. А 17% выбирают отдых недолгий на несколько дней и в основном это города России. Ну и по данным туристического оператора, самые популярные российские направления этой осени – Сочи, Минеральные воды, Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону и Калининград. А зарубежные – Минск, Ереван, Кишинев, Баку, Прага, Тбилиси, Ларнака и Тиват. На этом пока все. Прямо сейчас коротко расскажем о том, что произойдет сегодня в пятницу. Сегодня журналистам подробно расскажут, как именно будет вступать в силу закон о повышении пенсионного возраста. Представителей СМИ пригласили на пресс-конференцию. Госдума хочет продлить заморозку компенсации по советским вкладам еще на три года. Будут ли выплаты – мнение экспертов. И сегодня в рубрике «Афиша» Алена Крашенинникова расскажет о том, почему Джонни Депп больше не будет играть роль Джека Воробья. Харт-Ньюс. Утром на ТВК. 6 часов и 52 минуты. Харт-Ньюс продолжается. Работаем в прямом эфире и вместе с вами сейчас пробежимся по заголовкам, которые появились этой ночью. Глава Крыма просит ФСБ вернуть ему 2 миллиона рублей. Первый крымский глава республики сообщил, что дал эти свои собственные средства на оперативную разработку ряда местных чиновников. Теперь эти деньги фигурируют как вещественное доказательство. Не может свои кровные забрать. Продажи водки в России выросли почти на 10% за первые 8 месяцев 2018 года. Ну и еще одна новость. Многие аналитики и специалисты сейчас прогнозируют, когда же произойдет резкий скачок цен на бензин. Некоторые все-таки ждут Нового года. А вот представители независимого топливного союза предупреждают, что это случится еще до декабря месяца. Но поживем-увидим нам, красноярцам, по этому поводу переживать не стоит. Потому что скачок, по крайней мере, на дизельное топливо у нас уже произошел. И сейчас цена, напомню, на большинстве заправок 50 рублей за литр. На дизельное будем надеяться, что на привычный 92-й, самая популярная марка, не будет так сильно скакать цены ввысь. Но сейчас об экологии в Красноярске. На самом деле все хорошо с экологией. Я напомню, в понедельник сняли режим неблагоприятных метеусловий, который продлился все выходные. И с тех пор, по крайней мере, утром никаких вредных примесей над городом нет. Сейчас коротко расскажу о погоде. Итак, сегодня днем синоптики прогнозируют плюс 8 градусов, к вечеру похолодает до плюс 4. Ветер переменный от 1 до 3 метров в секунду, при этом ясно и никаких осадков. Коротко о курсе валют. Курс доллара составляет 65 рублей 75 копеек. Курс евро 74 рубля 99 копеек. Прямо сейчас минута полезной информации. Оставайтесь с нами. Хард Ньюс. Утром на ТВК. Вы смотрите Хард Ньюс. Мы уже рассказали, что вы пропустили, пока спали. Прямо сейчас о том, что произойдет сегодня. В 11 часов утра в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» расскажут о новом пенсионном законе. О том самом, в котором говорится о повышении пенсионного возраста. Говорят об этом в последнее время все чаще, но не все жители знают, как именно он вступит в силу и вообще в каком порядке. Объяснять это будут журналистам. Их пригласили на пресс-конференцию. Заместитель управляющего пенсионным фондом края Лариса Шлома ответит на вопросы, как именно будет повышаться пенсионный возраст. Кто сможет выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. И как повышение этого самого возраста скажется на нынешних пенсионерах. Ответы на все эти вопросы вы сможете узнать уже сегодня в вечерних новостях ТВК в 20.00. Мы продолжим тему выплат. Госдума хочет продлить заморозку компенсаций по советским вкладам аж до 2021 года, то есть еще плюс 3. Стоит ли вообще рассчитывать на эти выплаты и какими могут быть эти суммы? Об этом мы спросили нашего эксперта, главного редактора радио «Бизнес-ФМ» в Красноярске Юлию Буйко. Давайте послушаем. Поясню, что мораторий на заморозку компенсаций по советским вкладам действует в последние 15 лет. И сейчас депутаты как раз имеют в виду приостановку компенсации вкладов в полном объеме в Сибирбанке в период до 20 июня 1991 года. Справедливый вопрос. Закончится ли вообще когда-нибудь действие этого моратория и стоит ли рассчитывать хоть на какие-то выплаты или про них совсем стоит забыть? По поводу окончания действия моратория, понятно, что решение депутатов это просто банальное желание экономить бюджет. И вряд ли желание поменяется каким-то образом. Когда возобновятся выплаты, сказать трудно. К сожалению, в России скорее отрицательная традиция выплат за ранее утрачиваемое накопление. В качестве живописного примера можно привести дефолт по гособлигациям 1957 года. Это многочисленные денежные реформы с компенсацией и так далее. Поэтому все это маловероятно. Теперь вопрос сколько. На самом деле вряд ли эти компенсации, даже если они все-таки будут, порадуют граждан с учетом того, сколько стоили вообще эти деньги до 1991 года. Яркий пример, который привел к нам в эфире финансист. У него бабушка все-таки получила компенсацию. На эту сумму в те годы можно было купить небольшую кооперативную квартиру. Ну, примерно представляем, сколько было денег. В итоге она получила компенсацию, которой едва хватило на покупку будильника. В финале выпуска о культуре пираты без Джонни Деппа и Мстители без Капитана Америки. Сразу два культовых фильма останутся без главных героев, по крайней мере, ну, по последним данным. Об этой и других культурных новостях расскажет Алена Кршенинникова с утра пораньше. Доброе утро, коллега. Доброе утро. Доброе утро. Ну, что могу вам рассказать? Действительно, без Деппа, без Криса Эванса такими ждут нас киноновинки. Начну, пожалуй, с информации для фанатов «Пиратов Карибского моря». Картину ждет полная перезагрузка. Вот Джека Воробья могут отправить на отдых, причем, конечно, незаслуженный. Это предсказывают кинокритики и ряд СМИ. Сейчас над картиной работают сценаристы Дэдпула. Можно предположить, каким получится новый фильм. Из наиболее вероятных вариантов развития сюжета – это либо линия Генри Тернера и его подруги Карины Смит, и как раз тогда прогнозируют, что большая часть мифологии будет потеряна, которая уже построена, либо полное ответвление сюжета. Вторая картина, которой предрекают смену главного героя – это «Мстители», а конкретно «Капитан Америка». А еще конкретнее – это Крис Эванс в роли Стива Роджерса. Сам Эванс совсем недавно заявил на своей страничке в социальной сети, что после четырех фильмов «Капитана Америки» и нескольких «Мстителей» сниматься он больше не намерен. Чем очень сильно огорчил фанатов, его упрашивали вернуться и подписать контракт, и пока новость об этом не выходит, и это находится в замороженном состоянии. Но по некоторым данным и по соображениям толерантности есть информация, что место «Капитана Америки» может занять афроамериканец, а вообще возможно, что «Капитан» даже станет «Капитаншей». Ну вот сразу возникает вопрос, пойдут ли люди на фильмы без любимых героев, и что важнее вообще – картина, сама ее переснятая версия или главные герои? Давайте послушаем эксперта. Существует практика именно перезагрузки франшизы, потому что, скажем так, определенная аудитория, которая, опять же, видела этого главного героя, она уже вверху растает, она уже не становится активно ходящей. И иногда вот такая вот перезагрузка франшизы как бы дает возможность студии сэкономить, но при этом, учитывая то, что уже выросла более молодая аудитория, для которой, возможно, новый фильм станет действительно новым во франшизе, поэтому как бы студия идет на такие риски, и очень часто они, в принципе, оправданы, потому что, как бы, в принципе, на сборы это сильно не влияет. Предлагаем мы вам проголосовать, пойдете вы ли на фильм без любимых героев, это можно сделать в нашем инстаграме ТВК6. Пожалуйста, оставляйте свои ответы в сторис, самое интересное, мы потом выложим туда же в сторис. Ну, ребята, не могу не спросить, что для вас важнее все-таки – это герой, который уже полюбился, или новая интерпретация фильма? Мне на самом деле не важно. Для меня важнее спецэффекты, потому что с каждым разом, когда находишься в кинотеатре, они становятся все круче, интереснее, думаешь, как же так можно было снять, либо же нарисовать. Спасибо большое, Алена, хорошего тебе рабочего дня, ну и всем нашим зрителям тоже. Харнюс на этом финиширует, спасибо, Елизавета Курочкина. Иван Солнцев, прямо сейчас эфир продолжит программа «Новое утро» и детский конкурс.